Здравствуйте! Мы сегодня говорим о полуфантастических существах, о палочниках, как ни странно. Это семейство насекомых из отряда привиденьевых. Может показаться, что ученые пошутили, назвав целый отряд насекомых привиденьевыми. Но в названии отражена вся суть этих удивительных существ. Они искусственно уподобляются различным частям растений. Зеленому стеблю, высохшей веточки, листу причудливой формы. Если вы внимательно рассматриваете растение, и вдруг некоторые его веточки оживают и уползают в самую гущу листвы, где они сразу и теряются, это и есть привиденьевые или палочники. А вот уже название палочники получили они как раз таки благодаря своему эффективному камуфляжу под ветви древесных растений, где они питаются. Их окрас варьируется от коричневого и черного до зеленого, с палочковидными телами, которые помогают сливаться с веточками деревьев. Некоторые даже обладают лишайниковыми маркировками, что делает их маскировки более аутентичной. Также палочки имитируют веточки, которые качаются на ветру. Некоторые палочники способны менять цвет, как хамелеон, в зависимости от фона, где они находятся. Они могут иметь яркий окрас крыльев, который не выден в обычном состоянии. Когда птица или другой хищник приближается, насекомое начинает мигать яркими крылышками, а затем снова их прячет, оставив хищника в замешательстве и лишит его возможности идентифицировать свою цель. Палочники используют различные формы защиты от хищников. Например, они могут сбрасывать и восстанавливать свои конечности. Если птица или другой хищник схватит ногу палочника, то он все равно сможет спастись. Насекомое просто жертвует своей ногой. Используя специальный мускул, оно ломает слабый сустав конечности. Молодые насекомые регенерируют недостающую конечность при следующей линьке. В некоторых случаях взрослые палочники способны заставить себя снова линять, чтобы восстановить потерянную лапку. Если угрожает опасность, палочник будет использовать любые средства, необходимые для того, чтобы помешать атакующему. Одни виды вырабатывают неприятную субстанцию, которая отпугивает голодных хищников. Другие крова точат и дурно пахнут. Некоторые крупные тропические палочники могут использовать свои шипы, чтобы причинить боль врагу. Но самое сильное оружие палочников, которое помогает им справиться даже с человеком, это химическая защита. Некоторые виды обладают особыми железами, выделяющими яды. Обычно эти выделения просто отпугивают резким запахом. Однако в горах Чили на высоте тысячи-четырех тысяч метров встречается палочник, который в случае тревоги разбрызгивает едкую жидкость, вызывающую даже у людей временную слепоту. А что же делать, если все попытки защититься от угрозы не действуют? Лучший способ это притвориться мертвым. Чувствуя угрозу, насекомое резко падает с того места, где оно находилось, на землю и остается совершенно неподвижным. Птицы или летучая мушь не могут найти неподвижное насекомое на земле и предпочитают поискать живую добычу. Все палочники, которые живут в природе, являются растительноядными насекомыми. Они питаются листьями деревьев и кустарников, которые обгрызают своими крепкими парными верхними и нижними челюстями. У каждого вида есть свои любимые растения. Палочники кормятся ночью, когда основная часть их врагов спит. Иногда палочников называют еще насекомые амазонки. Они способны размножаться практически полностью без самцов. Не спарившиеся самки производят яйца, из которых в большинстве случаев вылупляются другие самки. Это явление называется партоногенезом. Если самка спаривается с самцом, то есть шанс 50 на 50, что потомство будет с самцами. В неволе самка палочника может производить сотни яиц без спаривания. Существуют виды палочников, среди которых ученые не встречали самцов вообще. Самки палочников не являются идеальными матерями. Обычно они беспорядочно бросают яйца на лесной подстилке и оставляют потомство на произвол судьбы. Для полной маскировки самка раскидывает яйца хаотично. Она выгибает брюшко и словно выстреливает, как из катапульты, яйцом в подстилку. Большинство палочников, чтобы сохранить потомство, полагается исключительно на такое явление, как фитомимикрию. Их яйца напоминают семена обычных растений. На этом наша краткая экскурсия подошла к концу. А как вы думаете, можно ли завести палочника у себя дома?